всем привет это подкаст о войск опыта сегодня 147 выпуск и сегодня мы говорим о том как найти нормального подрядчика вы знаете я очень много общаюсь с разными ребятами тема очень актуальная вот сегодня пообсуждаем студии для вас работает ваш покорный слуга камиль калимулин и екатерина казнецова сегодня мы ведем вдвоем вот наташа нас в отпуске вот сегодня пообсуждаем эту тему всем привет но давайте эту тему немножко раскроем в чем вопрос не знаю нам нужно сделать магазин оффлайновый нам нужно сделать в онлайне магазин и в любом случае мы все не можем сами и нужно искать кого-то подрядчика и возникает такая история что вроде бы все хотят заработать денег но бывают такие истории что ну вроде обращаешься к подрядчику он горит я не возьму да какие-то подрядчики заняты и так далее вот кайт наверное вопрос задам тебе так как ты работаешь и на стороне клиента и на стороне исполнителя да то есть проектов вот какие в основном возникают вопросы при поиске подрядчика то есть что вот самое острое то есть ты с чем сталкиваешься вот именно когда нужно чтобы кто-то сделал какую-то работу там вот для компании самое острое конечно заключается в том что в моей работе заказы все специфические то есть я не могу прийти на сайт и поправить листу выбрать то что мне нужно конечно же когда есть такая история да когда есть готовый продукт это проще ты берешь сравниваешь убираешь общаешься там убираешь подрядчика но моей ситуации всегда это заказная работа всегда эта специфика определенная всегда это определенные параметры которым должен подрядчик соответствовать то есть я как со стороны когда я со стороны подрядчика выступаю хороших тезе как я уже говорила я вижу очень 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 мало обычно тезе либо нету либо то что называется тезе на самом деле тезе не является и в редких случаях действительно это хорошее тезе вот поэтому получается что тебе нужно прокопать ну то есть сначала найти огромное количество компаний да которые вроде как похоже что они делают то что тебе нужно потому что специфический заказ конечно же на этот специфический заказ у всех на сайтах ответа не будет вот соответственно ты с ними связываешься ты с ними общаешься очень много времени уходит на это да там брифуешь кто-то сразу не хочет разговаривать да кто-то говорит что это не наш там не нашего формата проект кто-то берется очень длинные могут быть переговоры и соответственно ну как бы ты очень много времени тратишь на то чтобы найти подрядчика и в общем-то ты даже на момент когда ты вы ищешь ты не уверен вообще в качестве в итоге услуги которые тебе будет предоставлен это основная проблема услуг уж пока ты не получишь ты не поймешь вот соответственно у нас сейчас был проект достаточно большой мы закупали данные у двух компаний похожего прямо то они занимаются одним и тем же но только одни занимаются одним куском рынка другие занимают другим куском рынка общение с ним были абсолютно разные данные мы получили абсолютно разные сравнивать нам пришлось вручную самим очень долго и нудно то есть вот как бы вот так покупаешь кота в мешке в итоге очень много дополнительной работы ну вот соглашусь да с тобой действительно вот первый вопрос наверное который что действительно тезе ну для того чтобы что-то заказать нужно написать тезе вот обычно вот то что я вижу компетенции написать даже тезе у компании нету и соответственно вопрос возникает какой как заказать то что ты не можешь описать вот и вот то что я вижу многие компании ну если я выступаю со стороны именно исполнителя да вот они стесняются признаться в этом вот на самом деле есть отдельный вид работы не знаю как вот в флайне в онлайне мы много с этим сталкиваемся пожалуйста вы можете заказать разработку тезе или там проектные работы и вам могут его в принципе разработать это в этом ничего такого нет вопрос конечно обычно который я слышу от клиент от клиентов да он примерно такой я буду платить за то что вы писали сами для себя задачу лет не готов платить и в этом есть определенная такая вот история но тогда вы можете описывать тезе и соответственно дальше с этим тезе там ходить по рынку и искать каких-то подрядчиков но на самом деле есть и другая модель вот который вы можете пользоваться но в некоторых проектах это вполне может быть когда вы на самом деле покупаете не готовую услугу а вы покупаете людей которого оплачиваете работу как вот ну не в найм а вот в аутсорс например да которые вы говорите что делать и они постепенно что-то делают вам да вот фактически тезе у вас нету вот это войти очень распространено да потому что все требования меняются и вы можете делать такую штуку как вот какой-то кусочек вы поняли там вам нужно сделать вам его сделали показали вы посмотрели заплатили за эту работу до двигайтесь дальше вот очень часто риск который я вижу именно отказа нормальных подрядчиков делать когда клиент хочет получить готовый продукт в виде какого-то конечного результата конечного проекта при этом требования не формализованы вот и причем все понимают и заказчик и подрядчик что требование на 90 процентов изменится вот это вот примерно как в стройке знаете вот если стройку представить вы вначале значит строите дом он у вас такой говорит но мне кирпичный дом там вот один этаж а потом вы говорите через два дня такие нет кирпич наверное не очень давайте из бруса короче строим потом брус там меняется вы говорите давайте сделаем не один этаж а два этажа а фундамент уже под один например да и под кирпич вот а давайте там вместо там пяти окон 10 поставим посветлее будет да ну и так далее вот если у вас именно такой проект то здесь возможны разные сценарии то есть вы должны понимать что вы можете эти проекты на самом деле не обязательно формализовывать конечные тезе и существуют различные работы когда вы можете это делать как у тебя были какие-то такие проекты когда которые можно было разбить на куски или в основном ты работаешь как бы с такими вот конечными статус это за действительно это такой большой вопрос же правильно да то есть тезе написать это да более того и вообще на самом деле тебя очень завидую потому что я прекрасно вижу что айти каким-то образом с этим справляется может быть и на сто процентов но по крайней мере у вас есть процедура и понимание уже в отрасли что вообще как бы такое может быть и можете лучше по часовую платить чем вот это вот все у меня на самом деле я всегда разбиваю проект сложный как я уже сказал очень редко бывает хороший тезе иногда даже вот просто мы называем это там помощью формализации стратегии но по сути мы помогаем писать тезе вот это тоже естественно оплатно но не все готовы за это платить и большая часть кп которые они идут с таким куском они просто отваливают люди не возвращаются вот но естественно все делаем пошагово вот у меня был прекрасный пример когда у нас все было пошагово то есть мы сначала утверждали долго тезе мы его долго обсуждали нам она не нравилась но клиент гривани это такой какой есть мигра слушать нас нас есть сомнений по целевой аудитории не 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 все значит поверьте что вот это так потом референсы которые были присланы они относились это было как раз оффлайновой истории относились двум разным видом стилистическим прям хоть и категорически не женищимся между собой один индастриал другой был там такой вот ремесленный душевный теплый траляля ребят определитесь мы умные красивые определились мы получит все эти этапы соответственно мы проходили утверждали подтверждали там не знаю подписывали условно говоря и когда уже был готов дизайн 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 сайта у нас уже дизайн мебели у нас уже проработка с проектами материалами с полочками со всеми делами появился другой человек в проекте который сказал вы знаете вообще-то чего тут сделали то у нас целевая аудитория вот такая то а это целевая аудитория про которую мы говорили самого начала клиента говорил не 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 вы что-то путаете вот и в этот момент конечно а когда меняется целевая аудитория но это прям это катастрофически влияет на дизайн естественно но дело-то делаешь там для богатых мальчиков другое дело что для семейных мам да это люди совершенно разным представлением и прекрасным вот ну в том случае как что с что происходит у нас вот в нашей области да есть сильные компании которые дают ребят это ребриф ребриф это новые сроки новые деньги заново про это изменение причем значительное изменение поэтому мы меняем проект многие компании на это не идут да и говорят ну давайте в общем балуют клиента на мой взгляд потому что это мы прям действительно кардинальными работа в нашем случае я сразу сказал что-то ребриф и что у нас есть два пути либо мы действительно это воспринимаем как ребриф и заново делаем дизайн для целевой аудитории либо мы перекрашиваем мебель вот клиент который изначально заказывался и сказал перекрашиваем мебель выбор без выбора на самом деле конечно хорошему нужно было переделать так хорошим но понятно что есть внутренние внутренние сроки проекта внутреннее понимание стоимость это проекта не всегда менеджер могут пойти там к тому кто ввел новую воду искать знаешь вообще за это нужно заплатить еще столько же сколько мы заплатили да тут такие моменты возникают сложные но да даже когда палат по этапам утверждаешь хорошо что были утверждения просто знаешь из опыта такого горько во все эти были утверждены промежуточные этапы и можно было так разговаривать слушай ну да получается риск который мы с тобой говорим это риск примерно такой что у меня в компании нет компетенции для того чтобы управлять этим процессом или компетенции видишь то есть как бы ну не попали да то есть компетенции недостаточно оказалось для решения вопроса мы выбираем подрядчика подрядчик нам об этом говорит либо не говорит кто-то может не сказать сказать ну ребят надо сделаем вопросов нет деньги платите да вот дальше я получаю результат не тот который мне нужен и дальше у меня развилка и в этой развилке как бы кто виноват и что делать да как у нас любимые вопрос в россии да вот кто виноват ну конечно не мы подрядчик вот и соответственно я слышал такие аргументы и по сути манипуляции да в сторону подрядчика что но вы же специалисты почему вы не сказали как надо вы же специалисты вот ну понятно то есть можно это все фиксировать там и так далее и так далее да вот но это же не решает вопрос в любом случае да вот как ты считаешь какие у компании могут быть инструменты для того чтобы вот застраховать эти риски и каким-то образом все таки получить то что нужно в итоге в рамках там проекта которые хотят но ты имеешь ввиду клиента клиента да 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 как клиенту честно прежде всего самим собой понимать что вы чего-то не понимаете вот и все то это нормально да если вы обращаетесь за экспертизы на сторону значит у вас нету либо у вас нет экспертизы внутри компании либо вас нету времени у этих этих экспертов на то чтобы они сделали сами любой заказ услуги это всегда прощение за экспертизы поэтому нужно внимательно слушать нужно конечно а ну кстати еще момент очень интересный мне он не нравится в маркетинге но целом он если там маркетинг слабый слабый да это кстати 90 процентов случаев в россии к сожалению вот подключают отдел закупок но опять же отдел закупок должен быть профессиональным потому что у меня первый опыт вот такой был с когда мы работали с отделом закупки с очень известными компаниями и там это было сделано в общем как бы непрофессионально но тем не менее мы справились с ними работы но у меня был очень хороший пример у нас в мир без и девочка защищалась из проктором гэнгл изначально потом она перешла какую-то кофейную компанию вот она рассказывала что закупщики внутри компании они заставляют грамотно писать все 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 департаменты то есть они прорабатывают снимется за до такой степени что было понятно и прозрачно как будет происходить закупка для всех вот это очень важный момент потому что я например вообще не участвую в тендерах потому что я вообще не понимаю как они организованы когда я понимаю что я грохну огромное количество времени потому что опять же мы каждый раз делаем предложение под клиентами каждый раз увлекаемся в задачу начинаем первично уже анализировать рынок конкуренцию все остальное первично анализировать клиента тратим много времени готовим хорошее коммерческое предложение давай и потом особенно если вот ты говоришь да там звонишь клиенту поставщику отказывается если я не знаю того человека который ко мне обращается я чаще даже не пишу его я сразу пытаюсь послать если я так на глазок смотрю думаю здесь не выгорит я даже не занимаюсь этим потому что реально ты потратишь кучу времени ты отправишь это тезе вот у меня сейчас такие там за последние за лето да штук пять которые ушли вот очень важный момент давай еще раз его наверное все и туда все утекло навсегда вот очень важный момент я хочу подчеркнуть мне кажется он очень важный что когда есть вы вы вот ну клиентами да который заказывает какую-то услугу мы все бываем клиентами и исполнителями да то есть поэтому это касается всех нас вы хотите заказать какую-то услугу очень часто вы должны осознавать что для того чтобы подрядчику просто вам назвать цену вот нужно инвестировать достаточное количество очень высококвалифицированной работы вот не знаю вот я зайти могу сказать то есть проект до половины успеха то есть вот как правильно спроектирует да вот начале как бы до ценят выстроить работы и так далее но для того чтобы спроектировать нужно выдернуть высок квалифицированных специалистов и поэтому очень часто вы можете получать отказы от компании которые просто вас квалифицирует изначально и говорят вам ну окей сейчас зачем мы будем дергать человека, который стоит сотни каких-то или сколько-то тысяч рублей, он потратит на это неделю, мы поймем и сделаем оценку, сделаем какую-то работу, нам за нее точно не заплатят, и при этом мы отправим купе в никуда. Поэтому это, наверное, важно, чтобы заказчики понимали, потому что очень часто заказчик мыслит, как? То, что я вижу, что есть у нас деньги, есть компания, которая хочет их заработать. Ну, пусть немножко там, ну, продадут нам, коммерческое сделают и так далее. Мы выберем, да, вот, просто вот создание предложения, особенно если вы работаете с квалифицированной компанией, стоит очень больших денег, внутренних денег, да, компании. Обычно в это вовлекаются очень топовые ребята, там, руководители агентств, либо это, если агентская услуга, если это там какие-то IT, там это team-ledы какие-то, да, продукты, да, потому что нужно принять принципиальное решение, как будет делаться проект, кто будет, какие экспертизы нужны, какие сроки, там, ну, и много-много-много вещей до того, как нужно сказать цену. Если понятно, что какие-то услуги типовые, ну, там, понятно, уже там, час, там, вот, работа и так далее, уже на потоке, да, поточная услуга, так называемая, там, конечно, все легче, быстрее, но там тоже могут быть вопросы, поэтому нюансы, да, в любой услуге, в том, она заключается, услуга, что она индивидуально делается, да, под клиента, который нужно учесть. Вот это очень важный вопрос, вот. Окей, хорошо, ну, давай, наверное, разберем все-таки еще критерии, вот, давай попробуем все-таки с заказчика сейчас в клиента зайти, мы же тоже клиенты, да, вот как бы ты выбирала подрядчика, если бы у тебя в чем-то не было экспертизы, вот, что бы ты делала по действиям, вот, если тебе нужно было выбрать какую-то услугу, ну, просто, там, можем придумать какую-то, да, в которой ты точно некомпетентна, вот. Ну, я так очень много заказывал, потому что я очень много как бы ты делал шаги, и как бы ты вот это вот доверие формировал, то есть, кому бы ты доверил, да, вот. Да. Ну, это, на самом деле, доверие, штука очень сложная, это очень глубокая психологическая история, даже не буду всталеть, у меня была совершенно дебильная история, когда за мной гонялся поставщик, я от него бегала-бегала, и, оказывается, я его же искала. Но я только не знала, что это он. То есть, он за мной бегал, чтобы мне сделать коммерческое предложение, узнал, что будет проект, а я-то своим каналом пыталась его найти, чтобы с ним договориться. Я не знаю, как это, почему, ну, просто, ну, когда за тобой постоянно бегу, тебе это бесит, да, когда ты, да, там, у меня были десятки миллионов, ну, не десятки, хорошо, там, больше десяти миллионов долларов у меня был бюджет, да. Я понимаю, меня осаждали люди везде, всегда, постоянно, это очень тяжело, поэтому, когда у тебя начинается такое активное внимание к тебе, ты пытаешься инстинктивно меня от этого. Ещё. Ну, это больше глупая история была, но тем не менее, она была. Вот, поэтому, что, конечно, ты делаешь? Во-первых, ну, ты пытаешься сначала как-то в интернете посмотреть, да, немножко на эту тему. Во-вторых, ты просто пытаешься найти компании, да, опять же, там, либо по знакомым, либо в той же самой интернете, которые в этом разбираются. И делаешь первичную встречу, говоришь, ребята, у нас есть какая-то бизнес-задача, да. Мне проще, потому что меня учили, там, работать с людьми в ситуации высокой неопределённости. И я понимаю, что если ты берёшь профессионала, ты просто ставишь ему бизнес-задачу. Ты не говоришь ему, сделай мне, пожалуйста, опрос на 113 человек, поймай их, пожалуйста, ночью, и чтобы они обязательно при этом были пьяные, да. Ты говоришь, у меня есть бизнес-задача. Мне нужно понять, как пьяные люди, там, не знаю, ловят такси, ну, например, да. Да, потому что мы хотим для них сделать специальный тариф. А бизнес-задачи мало кто открывает, вот, потому что это вроде как какая-то безумная бизнес-тайна под семью печатями. Но по-хорошему, если ты профессионалу ставишь бизнес-задачу, и ещё плюс ко всему, ты говоришь, слушай, ну, при этом у меня есть миллион рублей. Вот больше нету. Я, там, не знаю, 500 тысяч рублей. Больше нету. Во-первых, люди, которые с таким бюджетом не работают, они сразу не будут тратить на тебя время, и вы останетесь с друзьями на случай чего, там, ты следующий раз к ним придёшь, и тебя квалифицируют нормально, как человек адекватного. Вот. Ну и, соответственно, опять же, профессионалы могут предложить несколько вариантов, да, там, допустим, какой-то вариант, если это ресёч, да, с большей надёжностью, какой-то вариант с меньшей надёжностью, но в вашем бюджете. То есть, в принципе, ну, опять же, бюджет в КП – это такая огромная редкость. Это такая огромная редкость, потому что, я не знаю, почему, компании боятся, что, не знаю, обманут, что ли, что все эти деньги обязательно заберут себе, да. Не, ну там, да, там происходит такая история, что сейчас скажут бюджет, мы скажем бюджет, нам в этот бюджет сейчас ещё больше нас раскрутят, а, может быть, на рынке это стоит дешевле. Мы могли бы взять это там по цене, ты говоришь, миллион, а может, пятьсот мы бы договорились, да. Такая история идёт, когда ты сидишь, например, насчитал на три миллиона, да, проект, скидываешь, и они говорят, ой, а мне десять лет нужно работать, чтобы эти деньги заработать. Говоришь, блин, ну и чё, о чём мы с тобой разговариваем? Ну, то есть, бизнес-задачи и бюджет. Ну, ещё желательно сроки, да, вот, когда совсем ничего не понимаешь, ты говоришь, сроки, бизнес-задачи, бюджет. После этого поговорить там с поставщиками, ты уже формируешь ещё раз ТЗ, мы уже обсуждали, как ТЗ, что ТЗ нужно делать, должен делать клиент. Редко делать клиент хорошо, но должен делать клиент. Потому что это его задача, это его стратегия, это его тактика, это его ответственность, его KPI, в конце концов, его зарплата, его бонусы. Ну, да, это понятно, что должен, но он чаще всего поэтому обращается за экспертизу. Если у него была своя экспертиза, он бы не обратился и внутри как бы это всё освоил, да, и как бы сделать через какое-то время, пусть дольше, пусть менее качественно, да, вот, но чаще всего экспертизы нет. Вот, мне нравится, как в стройке это организовано, в стройке есть такое понятие, как представитель заказчика, вот, то есть, Компания нанимает чувака, который приходит, уточняет бизнес-задачи, с ним подписывает NDA, какие-то другие вещи, и он грамотно консультирует и представляет интересы, общаясь с подрядчиком. Кто-то называет это внутренний заказчик, если есть такой человек компетентный и так далее. Но по факту, да, мы говорим о том, что без этого сложно будет понять, что вообще нужно, и поднять подрядчика. То есть если вы в этом не понимаете и не можете это объяснить кому-то, неважно, какому-то человеку, то подрядчик, вероятнее всего, тоже может это не понять или выполнить не совсем то, что нужно. Особенно это касается каких-то таких сложных, в том числе технических проектов. Когда мы общаемся с некоторыми клиентами, не знаю, несколько месяцев, и клиент уточняет задачу, в итоге она вообще другая. То есть он пришел с одним, в итоге он там бизнес, разные штуки меняются, меняются какие-то требования. В итоге получается, что на самом деле ему нужно вот это. И он начинает это запускать, и потом понимает, что да, это правильно, но потом чуть-чуть оно начинает меняться. Вот давай еще про методологию проектной чуть-чуть поговорим, и, наверное, будем закругляться. Вот все-таки то, с чем сталкивается IT, я могу рассказать. Может быть, поделишься в офлайне, есть такое или нет, там подчасывает, ты сказал. То есть есть такая штука, и мы ее сейчас активно используем, и многие компании это используют. И некоторые клиенты начинают чуть понимать, как это вообще, чему классно именно в такой модели. То есть есть первая модель, о которой мы с тобой говорили, мы называем ее Fixed Price. Когда есть ТЗ, мы, значит, клиента такой, давай-давай, пиши ТЗ. Он такой, типа, пишу ТЗ. Вот, потом он пишет что-то. Мы говорим, это не ТЗ. Вот, значит, потом, значит, мы вместе с ним там дописываем это ТЗ. И потом делаем это ТЗ, и он говорит, блин, не то, ребята. Ну, может быть, такое. А может быть, им говорят, молодцы, все, как раз сделали, и как раз мне это и надо, да. Вот, мы называем эту модель Fixed Price. И, соответственно, Fixed Price, потому что мы фиксируем сроки, фиксируем деньги и фиксируем объемы какие-то, да, работы. Вот, и, например, в стройке, наверное, это возможно, и в каких-то отраслях. Но я могу точно сказать, в IT это очень сложно. Вот чаще всего IT-проекты вот по Fixed Price, они проваливаются. Вот, почему проваливаются? Потому что требования меняются, технические какие-то вещи, когда вскрываются, они оказываются совершенно другими. Вот, кто-то думал, что API в iOS работает, оно уже не работает, значит, и все, все останавливается, и там меняются задачи и так далее. Вот, есть вторая модель, как бы такая вот кардинальная, там, мы называем ее Time and Material, когда, вот, как ты говоришь, подчасовая, да. То есть мы договоримся о ставках, мы договоримся о компетенциях, мы говорим, давайте сейчас вот возьмем какие-то задачи первые, начнем их делать, вот, и будем, соответственно, по этим задачам с вами подписывать там акты и, соответственно, выполнять эти работы. Вот, и вот в некоторых проектах и клиенты начинают эту модель очень хорошо понимать, потому что они говорят, слушайте, ну, блин, прикольно, то есть вот мы бы сейчас в Тудет это все писали, 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 а потом бы мы это выкинули. То есть они через какое-то время понимают, что вот эту ценность, да, что ты можешь гибко управлять, да, то есть ты можешь раз и взять там нужную задачку там и в нужный момент сделать. Вот, и поэтому вот IT-проекты очень часто развиваются именно по этому сценарию. Вот, как в оффлайне, Кать, есть такие истории, практики, почасовые или вот модели, да, какие модели ты видела и что бы ты рекомендовала там, в каких случаях использовать? Ну, на самом деле, конечно, пытаются agile привлечь и к нам тоже, да, понятно, потому что это правда удобно, потому что это понятно и прозрачно, вот, но я, у меня бывают, когда я тоже продаю абонент, но все равно абонент продается исходя из общего понимания того, что ты делаешь, потому что сложно продать мою работу, например, там, один день в неделю. То есть можно, конечно, сказать, что да, я буду приезжать на встречи и там, не знаю, вот Zoom встречи, я буду там анализировать какое-то количество документов, но нифига это не один день, да, получится очень часто, получается, что ты сильно больше тратишь времени, вот, поэтому действительно это сложно, но, наверное, это можно, это называется абонентская, да, поддержка, но чаще это бывает не на таких, не на проектах разработки, да, когда ты делаешь там фирменный стиль, либо стратегию, либо там, не знаю, дизайн-магазина, концепцию, чаще это бывает все-таки на поддержке, когда, например, вот у меня бывает абонент, когда мы поддерживаем коммуникацию, то есть люди делают рекламу, мы, соответственно, отслеживаем партнера, мы корректируем коммуникационные сообщения, мы корректируем дизайн там все остальное, да, проводим аналитику и так далее. Вот это вот бывает, да, это чаще бывает такое абонент, когда просто нет рук, и ты эти руки, в общем, фактически клиенту сдаетесь. Ну да, да, абонентка, да. Но чаще, конечно, это фикс прайс, как я уже говорила, что у нас есть прием, да, когда-то мы видим, что это ребриф, мы говорим, ребят, заново передоговариваемся, все, что ушло, сделано, должно быть оплачено, и мы работаем заново по новому брифу. Ну, понятно, что есть там какие-то наработки, можно оставить, мы оставляем, и, соответственно, новая цена, она не равна прежней, она, возможно, будет меньше. Вот, и есть такое понятие, как допродажа, когда в процессе ты понимаешь, что чего-то не хватает, и говоришь, ребят, не хватает этого, да, вот явно совершенно, мы с вами слышали, да, мы начали разговаривать, мы понимаем, что, блин, у вас, мы начали делать вам, не знаю, дизайн, и поняли, что у вас нет позиционирования. Ну, это, конечно, сложно припозиционирование допродать, но тоже можно, да, то есть, вот так вот мы действуем, когда мы все-таки четко прописываем, мы очень четко прописываем все, что мы делаем в рамках проекта. Вот, еще, например, существует момент, я сейчас стала прям четко это выделять, когда, ну, если мы делаем большой стратегический проект, у нас много височек. И раньше я пыталась там все это посчитать заранее, клиенту представить, то есть, не мы, мы делаем какую-то часть, какую-то часть мы покупаем, например, там есть там Яндекс, взгляд тот же самый, да, там, либо есть еще какие-то компании другие, у которых мы покупаем. Я пыталась все вот это вот собрать, посчитать, полный бюджет клиенту выкатить, сейчас я не делаю этого, потому что, ну, опять же, когда маленькая информация на входе, ТЗ, в общем-то, так, непонятно, как сформировано, как это обычно бывает, да, ты делаешь огромный проект, обсчитываешь его с подрядчиками, опять же, порчишь отношения с подрядчиками, если не покупаешь, они то, что считают все это. Высылаешь клиенту, он говорит, блин, я не рассчитывала на это, то есть, мы сейчас делаем, я перестала считать остальных, я говорю, что вот это вот выносится за рамки, да, то есть, мы считаем, что нужно сделать вот это раз, два, три, четыре, пять, мы с вас берем за то, что мы управляем этим проектом, и то, что мы анализируем исследования. Но все вещи, которые на стороне, я стала выкидывать из сметы, потому что, действительно, это очень сложно, это очень долго, дорого, опять же, ты рискуешь по портению с подрядчиками, ну, да. Вот очень важный момент я заметил про управление проектом, вот, то, что мы сталкиваемся, и, в принципе, клиенты, с кем мы работаем, вот, я сейчас начинаю тоже с клиентами, ну, когда как заказчик, да, работаю, то есть, мы должны все осознавать, что для того, чтобы нам что-то сделать, кто-то должен с нами общаться, вот, и иногда клиенты, ну, я сам как клиент тоже это не понимал, да, вот, ну, там же, ну, вот они делают там, вот, но мы должны осознавать, например, разработчик, он не аккаунт-менеджер, он не коммуницирует с клиентом, у него очень плохо вообще с функцией коммуникации чаще всего, вот, и поэтому кто-то должен наши слова переводить в какой-то язык и, значит, дальше там сдавать вот работу, вот, поэтому в проектах, если вы чувствуете, что вы напрямую общаетесь с исполнителем, вот, иногда это хорошо, если вы компетентен в этом и ставите задачи, вот, но чаще всего это плохо, потому что вы будете ставить задачу, человек будет что-то делать, но не будет никого, кто будет проверять это на адекватность со стороны, там, IT, если это там, в IT-проект, например, со стороны в целом коммуникации, вот, очень много таких проектов я сталкивался, когда вроде говорят, что да-дам, вот, дайте разработчика или дайте какого-то человека, вот, нам нужен просто специалист, да, вот, а на самом деле нужен проект, проект, когда вам, ну, есть понимание концептуальной бизнес-задач, есть понимание того, как человек будет эту задачу делать и конкретно ваша история, вот, будет реализовываться. Я еще хочу тут прокомментировать, у нас только что был проект, он продолжается очень сейчас, очень успешно, хорошо и здорово, но начало было печальное. К нам пришел клиент, говорит, я хочу дизайн упаковки, ну, потому что мы всякие разные дизайны делали, в том числе упаковки. Мы очень долго с ним согласовывали бриф, бриф писала я, я за это взяла деньги, вот, значит, бриф согласован, мы брифуем его, ну, креативного партнера Агентского, девочка с огромным опытом просто, может, любое, она делает первую презентацию, он говорит, ну, что-то, ребят, вы так схалявили, что просто жесть. Мы сидим, ну, как? Ну, вот, потом она, ну, просто так получилось, поскольку я знала его давно тоже, клиента, в хороших отношениях с ним, и у нас, значит, зум открыт, и Лиза начала, Лиза креативный партнер, начала просто лазить по своей папке, искать там что-то, что она нашла в процессе. И оказалось, что в процессе она нашла то, что, ну, как референс, да, то, что ему безумно понравилось, просто она, ну, как бы, мы обе не так его поняли, хотя даже был написан бриф. И, в общем-то, только в процессе вот взаимодействия, обсуждения разговоров мы в итоге вышли на суперкрутой дизайн один, сейчас мы уже делаем другую концепцию, другой продукт, он нам каждый день пишет там, ребята, молодцы, мне так все нравится, так здорово. То есть здесь еще, конечно, важно, а креативщики, они вообще, если бы там только была Лиза, не было меня, и ей сказать, слушай, что за говно-то сделать, и схалявила, я думаю, что, ну, она никуда бы не полезла бы, ничего бы не стала бы показывать, она просто охренела бы, потому что художника обидеть может каждый, и коммуникация не произошла. Креативный проект – это вообще целая история, да, вот, мне кажется, можно прям отдельный эфир этому посвятить, как заказывать креатив, как принимать креатив, как делать креатив, вот, эта история такая. Окей, я предлагаю заканчивать сегодняшний эфир, огромное спасибо всем, что вы слушаете нас, приходите, подписывайтесь на наш подкаст, удачи и до встречи в следующем эфире, пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова